Был, но где он сейчас? Ну ладно, посмотрим. На самом деле там же все-таки есть кикер. И судя по интервью Халд ТВ годичной давности, там говорили, что Джейм там колет, знаешь, типа 30% раунда, а остальное на себя забирал именно кикер. Сейчас, ну посмотрим, как на деле всякое могло поменяться. Пока что мы видим пистолетную серию на Даст втором, где Форза выходит на лонг. Не встречает сопротивления и понимает, что надо думать. Либо мы сейчас заходим на точку и двигаемся в этом направлении, либо Халдим и придумаем что-то более интересное, а лонг используем как плацдарм для того же фейка. Пока слоу-раунд в исполнении атаки. Полетели флешки, отправляют сразу же Норвий через длину. Здесь он в паре. Норвий открывается, успевает снести один хэдшот. И теперь уже у Джейма с тиммейтом есть задачка принять выход через шорт. Первым справляются, начинают уже давить с двух сторон. Есть проблемы, врывается флит, пока неплохо. И ситуация 2 в 2. Интересно, Норвий пока неплохо справляется. Зорта забирает пачку, может быть на бэк как-то убежать. Но нет, надо халповать тиммейту до конца. Фрит пока что на рампе, его зажимают с двух сторон. Норвий пытается пушить. Хорошее попадание от Зорты. Что делает этот парень? Залетел на точку, выбил двоих, пропушил до шорта. И Джейм остается последним. Тот самый снайпер команды заметил Норвий. Его пытаются запикать с двух сторон. Но тут Фарзам надо, наверное, уже пушить, либо спокойно ставить плант. Но Зорты ставит вместо этого жирную точку в раунде. Квадрокилл в его исполнении. Бешеная стрельба. И то, как он промутился сквозь скмаки и выжил, это вообще нечто. Аутсайдерс, будут ли делать ответный Форз? Мы знаем то, что команда Форзы делает это практически всегда. В любой ситуации готовы они сразу же отвечать. Но вот Аутсайдерс, не знаю, если честно, будут ли закупаться сейчас или нет. Как ты думаешь? Ну, АВИК хотелось бы, наверное, Джейму. Поэтому стоит за Форсити. После этого купят. Скаут Диглы ЦЗ. Два смока и осколочная. На сбор информации Фейм работает под точкой Б. Флит возле Даблдорса. Перетягивается Кикерт на центр карты. И, кстати, делает он не один. Там Джейм вроде прибежал на помощь. Готов распикать центр. За точку А отвечает всего лишь один Норберт. Интересный момент. Но покуда у него есть дымовая завеса, играет на чек. Все вроде как неплохо в его исполнении. Но вот тиммейта должна с мидлоп холповать. Джейм неплохо работает со скаута. Это, кстати, я считаю, один из лучших игроков именно с ССГ. Умеет он, знаешь, пробегать вот так вот через двери. Ловить игроков на Суицайде даже старом. Если старо даст вспоминать. Убил Зорта, у которого 389 АДР было, чтобы ты понимал. Сейчас показатели однозначно снижаются. Ну и Форза в недоумении. Что делать по центру непонятно. Споки развеялись и решили перетянуться на лонг. И вот тут тот самый Норберт, о котором ты говорил. Он в соло пока без поддержки. Но при этом, обрати внимание, Фейм уже проверил Б. Соответственно, все подходы. Знает, что это выход на точку А. И эта информация для аутсайдерс очень важна. Еще и Джерри здесь спалили. Но Джерри проверяет пока тыл. Ну, опачки. Можно и заиграться. Щелкунчик в руках. Тайминги не самые благоприятные. В итоге отдает свою позицию. В меньшинстве остается Форзет Джейм. Еще один прекрасный хэдшот. Кенси с Норби остаются в двоих. И там снайперская винтовка. Не самый, наверное, желаемый девайс сейчас. Но вот с задачей перестрелять Джейма справился. И нужно отступать. Сэвитявик. Ну, Кенси вроде как и уносит его на сохранение. Там, кстати говоря, побежал же. Ты посмотри, кикер на пару с Феймом. Вернее, с Флиттом. И сейчас они попытаются задушить того самого Кенси. Остается-то две секунды. То бишь таймер закончился. И погибать нельзя, Кенси. Очень опасная игра. Собревает двоих. Отличная работа. И авик появится у его тиммейта в ближайшие секунды. Однако Форз с Аутсайдерс все-таки взяли. Богоподобная игра у Джейма. Вот эти два попадания. Причем второй килл-то был тяжелый. Да, такой. Там надо было и выйти на страйфе, и фликануть в голову. Он справился. И теперь Аутсайдерс. Главное, не отдать то же самое. А именно плохой бай соперника. Ну, плюс есть инфа, что с оппонентов АВП я даже не знаю, куда сейчас Зорп пойдет. Он вообще довольно мобилен, кстати. Обидно Джерри, пока он думал, перекидывал девайсы, потерял немножко тайминги. И вот так вот сыграл не очень удачно. Смотрим, один-один счет. Зорп с АВП отправляется на длину. Причем действует это в соло. Есть первые контакты. Джерри не справляется в перестрелке против Кикерта. И мы видим, что раунд начинается сразу же с потери для атаки. Мне кажется, как-то очень очевидно, пока действует Форрза. Но я бы сразу подумал, первое, о том... Ну, когда от тебя приходит инфа, что оппонент в атаке засейвил АВП, скорее всего, это будет лонг. Пока прочитали, Норберг был с деглом. Его снесли на щелкунчик от Кикерта. Сработал на два убийства. И остается Шалфей плюс Зорта. Очень сильная пара игроков. Но надо бы забрать Джейма. Тогда шансы на взятие раунда появятся. Но он снизу. У него отличный угар для того, чтобы выбить пачку и играть уже в большинстве. А у Зорта не мобильный девайс. Надо бы щелкивать оппонента по одному. Пикают его под флэш, простреливают через машину. Аутсайдер забирает второй раунд. Пока все очень четко и дисциплинировано. И не успевает взять АВИК Джейм. Смотрим, что по ресурсам. Две, две 250, 1950 у Джерри. Это экономически в любом случае для Форзы. Хотя вот мы знаем Форзы, да? Как они любят цепляться за эту серию Форз на Форз. Но я думаю, все-таки здесь лучше отдать раунд. И в следующем раунде сыграть с Калашами. Посмотрим, какое будет решение. Наверное, да. Лучше экономически. Хотя я помню, как-то матч Форза против Комплексити всегда рассказываю. Там прошло уже 6 или 7 раундов. И ни одной закупки не было. Просто потому, что команды форсили и выигрывали друг друга. Ну, слушай. Тут нельзя терять девайсы. Понимают. Это аутсайдер. Сучитненько закрывает раунд. Без потерь. Там флита. Надамажили на 9. И на этом урон сад Форзов закончился. Сейчас будет полноценная закупка. И очень, наверное, обидно Зорта. Ведь он после пистолетной серии сразу купил себе авик. А теперь будет играть с Калашом. Так еще и по гранатам дефицит. Если респа, будет ли драка за лонг? Сейчас мы говорили вчера как раз таки на трансляциях. То, что это своего рода рулетка. Но мы видим то, что тройку отправляют под Б. Игрок с пачкой пока на тиспауне. Не торопится. Это у нас Зорты. На этот раз без снайперской винтовки. Опа. Норвей тут мутится тем временем в коробку. Но навряд ли ее будут пушить. Аутсайдерс. Зная этих ребят. Ну плюс там Норвей. Такой игрок довольно стабильный. Не знаю. Мне кажется, Норвей. Вот конкретно в атаке он силен, конечно. Но в диффансе. Вот на слоте опорника. Всегда очень круто смотрится. Мне очень нравилось, как он в К23 играл на том же унюке. Когда они эту карту использовали почаще. Норвей. Хороший хаешки. Там залетает, между прочим. Ну а Норвей оторвало пол хп, между прочим. Тут тем временем пытаются раскачать как-то под базу Б. Выманить какие-то гранаты. Смог на петлю. Молик за дверку. И потихонечку вычисляют, отжимая одну позицию за другой. Но при этом просматривается вариант на сплит точки Б. Неприятные потери для Форзе. А забирает нас кикер Джерри. И контроль шорта двойкой. Должны подтянуть сейчас Шалфея к себе. И так уже меньшинство. И лирковать все это дело будет Норве. Мы знаем-то, что этот парень зачастую ловит классные тайминги. Но проблема в том, что основной состав может не справиться. Все-таки втроем выходить на базу Б такой себе. Поэтому Норвей стягивается к команде. И уже 3-5. Отличные позиции. А вот Аутсайдерс есть машина. И это самое главное. Мне кажется, против сплита вот этот поинт, он отличный. В плане того, что ты всегда найдешь один минус. Далее пары пачка. Умирает Норвей. 4-1. И скорее всего пятый раунд тоже достанется Аутсайдерс. Ведь экономика Форза рассыпалась. Еще один экономический. И вот как вспоминается, знаешь, начало. 1-0. Четкая пистолетка. Там Зорте дал квадрокилл. 360 АДР у него было, помнишь. А сейчас все довольно печально. И, наверное, надо поставить небольшую паузу. Обсудить, что идет не так. А у Аутсайдера все красиво. Опять же, если бы не Джейм и не его четкие попадания со скаута. Кто знает, каким бы был счет. Годы идут. Ведь когда-то, я помню, играл на Исея, что ли. Джеймс, Паши ножом в паре постоянно бегали там. По-моему, уже лет, наверное, 6-7 прошло. Потом на Фасик они залетели с Таком. Взяли сколько там подряд? Я забыл уже. Забавная история, что у него был бан на Исеи. Причем он назывался читинг за читы. А потом, как оказалось, это за скинчейнджер. То есть Исея банила за скинчейнджер. И именно обозначала как читинг. 4-1. 4-1 смотрим. Недефолтные пистолеты. Пару Текнайнов, кстати, Зорте с дефолтом. На снайперскую винтовку себе оставил экономику. И Джеймс в поджиме центра просматривает врыв нижней тэшку. Классная позиция от Фэйма. Здесь можно наказывать первого-второго. Причем Флит поддержал его. Здесь прям убойнейшие позиции. Корзе в такой туннель не выйти. Неплохо пока что Фэймс вписался. К Флиту, знаешь ли, вдвоем нашли. Чем заняться под базой Б. Классная позиционка. Двойкой сыграли просто великолепно. Ну и кикер пока исполняет знатно. Уже 11 фрагов настрелял, между прочим. Ну слушай, мне нравится раунд от Аутсайдерс в целом. Потому что по факту оппонента экономически. И ты осознаешь, что это что-то связанное с Б-плентом. Либо сплит, либо выход чисто через верхнюю. Либо шорт. То есть очень редко мы видим, когда с пятью пекалями атака бежит на лонг топорно. И рашит все это дело. И вот они законтрили. Укрепили зигзаг. Джеймс опять же поджал. Иксбокс. И тиммейты под базой Б. Ты сам этот сетап видел. И причем это еще один раунд. Похоже, что против пистолетов Аутсайдерс не потеряют ни одного гана. Это будет просто великолепная экономика на высоте. Я думаю, что Форзе в следующем раунде попробует все-таки перебить длину. Занять яму. Чтобы потом было как-то проще, наверное, раскачивать центр карты тот же. Или занять шорт. Попробовать, может быть, подсадку какую-то сделать. Распикать подъем. Но здесь действительно все очень круто. Пока Аутсайдерс готовы выйти на пятый. И, возможно, даже без потери по девайсам. Так это и происходит. Возвращается Джерри. Как-то у нас у капитанов не клеится сегодня игра. Помнишь, у Глэйва было 0-5. Но после этого статистика... 0-6, да, было тоже у Глэйва. А, даже 0-6. И после этого 5-6 стало. Ничего себе, это он 5 фрагов подряд, получается, выдал. Сейчас может быть... На самом деле то же самое. Мы с тобой не раз видели камбэйки от Форза. Не всегда удачные. Но эти парни знают, как возвращаться в игру. Как и Аутсайдерс, кстати говоря. Именно поэтому матч будет очень крутым. Жалко, нет оверпасса нашего любимого. Но, тем не менее, появляется авик у Зорты. Очень долго он на него копил. И, пожалуйста, снайперская винтовка появляется. А ты, кстати, угадал. Действительно, это лонг. Пока что вроде как отбили. Но Аутсайдерс попытаются прогренить своего соперника. И, знаешь, небольшую дань взыскать. То есть вы занимаете лонг окей. Но останетесь на лоу хп. А, возможно, кто-то пострадает еще серьезнее. Ну что, первую задачу Форзе смогли реализовать. Отжали важную ключевую позицию. Очень аккуратно действует шалфей под точкой Б. Он не стягивался ни в верхнюю тэшку, ни в нижнюю. Играет очень так в закрытую. Ждет какие-то наглые врывы. Отправляет туда Кенси с пачкой. И тут уже какой-то фейкич в исполнении Форзе назревает. Запланировали. Но при этом Зорта в яме. Флит проверяет центр позицию в упоре. Какую-никакую информацию аутсайдерс сейчас для себя получает. И посмотри, там они в нижнюю туннель идут. А на них целая тройка Форзе. Очень важная дуэль сейчас. Фейма замечают. Есть контакт. Меньшинство для аутсайдерс. Также идет движение давления по длине. И как будут аутсайдерс сейчас справляться, мне непонятно. Опа, тут перетяжка. Слушай, это двойной фейк получился. Но тут флит, две головы. А последний-то игрок с бомбой Кенси. Нельзя умирать. Справляется все-таки. Но тиммейты падают в районе ланга. И пока что отсиживается Джерри. А ну-ка, а ну-ка ты посмотри. Просто шепотом аккуратненько говорит тиммейту. Живи, главное. Кенси забегает на зигзаг. Но тут-то авик. Это минус бомба. Да неужели такой раунд Форзе проиграют? Но по капитану команда пока зеро информейшнала. Поэтому может Джерри как-то обойти и удивить. Падает Джейм один в один. Заруба против Норберта. У Джерри есть 13 секунд. Надо бежать ставить бомбу и уходить, наверное, на зигзаг. Но Норберт уже спешит по длине. Классно, классно действует Норберт. На быстрых таймингах полетел на длину. И не отпускает Джерри 6-1. Ну какие игры разумов были. Здесь как просочился шпион Джерри. Как все было круто. Но Норберт здесь, конечно, браво. Такое решение, знаешь, не терять времени. Он понимал, что если он побежит на плюс-в через длину, это не читается вообще. Но мне кажется, плит засолил. И знаешь, что самое смешное? Форзе были в одном шаге, в прямом смысле, выигравши в раунде. Потому что ты видел, что по самому планту? Да, был поджим нижней тэшки. Но база Б была полностью пустая. То есть, если бы они зашли туда втроем, раунд бы взяли. Они уже ванвейсмог кинули под выход. Но испугались. И в итоге вынуждены играть с пистолетами. А вот Центр забирают даже такое. 6-1. Новый состав фейма и компании. Мне пока очень сильно нравится. Посмотрим, чем Форзе будут отвечать. Главное, чтобы, знаешь, не потеряли свою игру. Потому что пока аутсайдер, они все равно повторяются моментами. То есть, в раунде против пистолетов опять тот же сетап от базы Б. Но разбить его не удалось. Перемещаются теперь в миддл. Джеймс АВП забрал под свой контроль даблдорс. Здесь могут его удивлять. Здесь можно нагло выходить. Полетела флешка. Тут же закрывается глубоко в сити. Использует свою зажигалочку. Форзы начинают перестраиваться под шорт. Норви пока на контроле. Врыво в банку. У аутсайдер с два игрока под точкой Б. Кикерт. Наглая позиция под А. И что по итогу? У нас 55 секунд. Через тайминг Форзы будут все-таки вырываться и пробовать дойти до установки бомбы. А потом уже и выиграть раунд. Кстати, Кикерт круто переместился сейчас. Пока лежит смок. А здесь Форзы выйти будет очень непросто. Обновить, правда, нечем. Единственная проблема. Но можно отойти назад. И ты обрати внимание, там у Норвера еще зажигалочка есть. На таком тайминге, мне кажется, зарешать может невероятно. Если кинуть в коробку в ту же, отойти холповать тиммейтом, будет выигранное время. С коробки пойдет тот самый люркер Джейм. Пока что мишот неприятный момент. Норвер бежит холповать тиммейтом и пропускает Норвер. От него сейчас просто все зависит. Норвер, надо быстрее убивать тиммейтом. Срочно нужна холпа, хотя они без него пока справляются. Джейм пытается развернуться. Его ловит уже капитан команды Форзы. И в меньшинстве остаются аутсайдеры. Они снизу. Тут перекрестный огонь. И у Норвера уже есть неплохой девайс. Правда, отстрелили здесь Джерри. Но все равно выйти через такое очень тяжело. Но вот если дадут киллсбуста, то все становится возможным. Последний Норвер. Нужно подсаживать игрока в сайт. Норвер это понимает. Спешит и убивает. Как раз таки игрока сверху. И еще и сплитом так же справляет. На самом деле, вот сразу было понятно. Джейм стоял на подъеме. Его промах по факту повлиял на то, что вот так все и закрутилось, завертелось положительно для Форзы. Если бы он убивал, скорее всего и позиция гусь так же сработала минимум на один фраг. Есть такой момент. Но при этом Норвер очень круто вышел на самом деле. То есть Норвер его чекал до конца абсолютно. Но потом где-то отпустил. И в этот момент вышел Норвер как лучший люрхер, наверное, действительно. За последнюю неделю из тех, что я видел. А матчей я посмотрел немало. Ну что у нас. От игрок Шеланга в исполнении Джерри. Неплохо промутил свой свой квозь дымы. И вот то, о чем я говорил. Зорто любитель вот таких вот, знаешь, интересных мувов. Выйти и попытаться отстрелить опорника базы Б. И это свершилось. И вспомни раунд, когда Форзы были на подходе к пустой точке Б. Но тогда побоялись. Сейчас абсолютно другая история. Они выходят, смогут в двери. Можно смело заходить и ставить бомбу. А вот пойдут аутсайдерсы на ретейк или нет, это вопрос. И как долго будет идти Кенфи? Там со спины уже летит Флит. Замечает игрока. Пачку можно выбивать. И это проблема. Это большая проблема. Шалфеи и Зорты уже расположились под Б. Они думали, все идеально. Но не тут-то было. Как же классно сыграл Флит. Он С-58 поджимал. Он по темной шел. Ну что у нас тут? Зорты без смока в этом проблема. Была бы ромовая завеса. Еще и Джейб ловит Шалфея. Какой обидный раунд для Форзов. Это очередная ситуация к преимуществу, которую они не могут реализовать. С другой стороны, тут Кенси-то тоже не виноват. Ведь он шел аккуратно, понимая, что там могли нижнюю поджать и так далее. Все делал верно. Но Аутсайдерс, конечно, очень грамотно сыграли. Сноюберскую дуэль от Зорты. 30 секунд имеется. И, кстати, можно как-то здесь расчехлить оппонентов по одному. Либо взять более мобильный девайс. Но Зорты пока остается на своем фирменном Абике. Открывается. Заметит сейчас первым номером, наверное, Флита. Пытается его отстрелить. Но тут даблки пик. Идеально сыграно от Аутсайдерс. Круто в том, что заставили открыться под игрока, который правее. Если бы первый чекал, который другой был игрок, то можно было его, в принципе, на префайре убить. И потом как-то вдруг без прицела, может быть, еще как-то. А здесь все. Тебя разбайтили и открывается. Там уже с реакцией, конечно, все намного сложнее. Справились? Справились Аутсайдерс. Не без везения, но все-таки круто. Выбили пачку. В итоге заработали седьмой. Хотя могли просесть по экономике. Теперь у нас с девайсами нет никаких трудностей. Есть антрифраг в исполнении Норберта. Отрезал атаку. И уже здесь есть поддержка от тиммейта. Ау. Вот это хаешка. На 100 дэмэджа. Еще одна? Да ладно. Там 16 хп на двоих остается. У Зорта плюс Кенси. Ну, это, конечно, Габелла. Только начался девайсный. Такое ощущение, что для некоторых игроков он моментально заканчивается. Так оно и происходит. Зорп последний. Пытается вновь вытащить клач. Но не тут-то было победа на первой половине достается Кикерту и компании. У которого, кстати говоря, статистика 15 на 6. Очень бодро чувствует себя аутсайдерс. И вот конкретно то, что ты сказал, да, как они встали против Авика. И вообще, как они играют парно. Какой делают выбор позиций. Это просто жесть. Реально, я смотрю, это очень красиво. Если к этому добавить еще в атаке какие-то интересные стратегические моменты, то, мне кажется, даст они могут смело закрывать. Ну, прикольно выглядит составчик. Такие заиграли, да, новыми красками. Видимо, стагнацию словили прошлым составом. Если честно, я вот когда помню топовую форму Virtus.pro, мне всегда было непонятно. И не то чтобы непонятно. Я не хотел, чтобы убирали Санжи. Да, он проседал по статистике. Но какую работу он выполнял? Да. Это просто, ну, реально колоссальная работа. И вот так вот мы со временем, да, видим только то, что остался Джейм и Кикерт. По факту, да. Ну, слушай, там на самом деле Флит уже неплохо прижился. Они вместе с ним сыграли крупные турниры. И пока смотрится в составе жестко. Но я думаю, что тут просто пять очень сильных стрелков, на самом деле. На кого ни глянь, все мега талантливые ребята. Точно так же, как и в Стане Форезе. Но у них пока ДАС-2 не клеится от слов совсем. С пистолетами тоже не везет. И, кстати, это очередной. Ты заметил? Они сыграли три антиэкономических. Все пять в ноль. Без потери. Мне кажется, это очень крутая работа. 9-2. Форезе берут очередной тайм-аут. И как-то сами, наверное, на себя не похожи. Потому что, если вспомнить предыдущие матчи, там не было, конечно, винстрика. Но такого, чтобы они вот прям проваливались настолько. И чтобы совсем ничего не получалось. Ну, не было такого, мне кажется. Ну, это ДАС-2, это СНГ-противостояние. Тут реально намного сложнее. Если Форезе играли против какого-нибудь другого коллектива, я думаю, что много чего получалось бы. А здесь ты играешь, ты уже друг друга, знаешь, наизусть. Понимаешь, кто как действует, что делает. Поэтому это всегда намного сложнее. Ну, вот, кстати, интересно. Вроде как СНГ-команды должны постоянно праки играть друг с другом. Но когда я давно брал интервью у Шира, когда они еще Гамбит Янгстер, если что, были, вот до подписания, до включения их в основной состав, он тогда говорил о том, что наоборот, так как-то получается, что играет больше с Европой, приезжает на лан там против Na'Vi и видится с ними впервые. И Na'Vi за счет этого там можно где-то моментами удивить. Но тут ребята, я думаю, контактируют, общаются. Все давным-давно друзья. И где-то однозначно поигрывают вместе. Смотрим, 12-й раунд, где у коллектива Форзе 4 АК-47 плюс снайперская винтовка. Джейм на реакции забирает Джерри. Минус капитан у команды Форзе. Ну, теперь, кстати, можно покоординировать своими ребятками. Жалфей здесь есть возможность подловить Фейма. Он должен понимать, что здесь только игра на чек. Но не получилось зацепить. Втроем уже проходят ближе к шарту. Как у нас перестраивается? Кикерт уходит на подъем. Снайперская винтовка пока в соло принимает выход с банки. Ты заметил, да? Прогнали Фейма с его позиции на чек. Тут же тиммейт откинул флешку и позволил ему играть в той же позиции. Как же круто. Аутсайдер действует прям, чтобы позиция каждого тиммейта выглядела идеально. И вот теперь вроде сплит базы Б, но опять те же самые позиции. Один в окне, хелпа сити, сейчас еще флешечка прилетит. Ну, а как это выиграть? Ты посмотри. Тут с двух сторон Рубилова и даже несмотря, что Нойерберт немного накосячил, они все равно переигрывают в ноль. И все еще сидит тот самый Фейн на идеальной опорной позиции, откуда должен давать по логике вещи и минус. Но Шалфей выходит при флайером. Попытка от кикерта перестрелять как-то Кенси. Тот должен байтить на себя, потому что тиммейту надо зацепить бомбу. Ну, а где она вообще? Гранатка прилетает, но ХП остается у Кенси немало. Джейм приходит на помощь, подловил Шалфея и при этом собрал информацию по второму. Один в один есть инфа, что красный, но Кенси вытаскивает этот раунд с девятью ХП. Как сейчас. Ух. Очень красиво. Это было, да. А тебя не флешбекнуло в матч Форзе против ВП старых составов на Панспарке, где Кенси взял один-четыре. Бомба стояла под него. Да, да, да. И он там под клумбой. Пам-пам-пам. Тут, конечно... По головам раздал. А я просто еще не увидел, что бомба-то выпала. Я думал, сейчас один игрок пройдет, ее поставит. А пачка-то валялась все это время под грузовиком. Ого было. Но теперь это закупка на последний день. Ее страдает флит довольно серьезно. Но пока остается за Даблдорсом. Ну и что, Форзе? Почувствовали силу после этого раунда или нет? Надо цепляться. Надо возвращаться в игру. Вот точно надо цепляться. Все, перезакупились. У нас аутсайдерс, но деньги закончились. Есть возможность еще выйти на счет. Такой неплохой 9-6. И уже за защиту показать все, на что способны. Зорты. С АВП идет первый. У нас в нижнем туннеле был Кенси. Дефолтная раскидка. Перетягивается флит на пару с кикер там под Сити. На Б остается у нас только Фейм. На самом деле, да, у Фейма была там неплохая позиция. Да, и хотя бы один фраг все-таки, я думаю, многие ждали увидеть. Но проверили его и на префайре прошли. Шесть раундов преимущества для команды аутсайдерс на пике соперника. С Джеймом. Нет, успевает. Кикер хлопует. Неплохо. Но там, кстати, будет работа люркера от Норвия. Тоже немаловлажная. Либо Форза опять сместятся. Помню, кстати, такой раунд, где не получилось выйти из шарта. Моментальная перетяжка. И на сей раз всего один опорник под боеплентом. Но есть буст, который проверит или нет. Молик не залетает. Здесь Норвен жмет лонг вместе со снайпером. Что? Просто вдвоем поджали коробку. Где это видано? Но должны Форза понимать, если два опорника сместились с сай, и они находятся на мидле, то сай должен быть пуст. И можно туда залетать. Можно поставить бомбу. Но, опять же, здесь уже аутсайдерс неплохие позиции. Два игрока будут сити. У Джейма есть гранаты. И Джейм не пустит соперника в сайт. Соответственно, бомба будет установлена исключительно под шорт. А туда уже выдвигается флит. И ты посмотри, что делают медведи-то. Со всех сторон просто зажимают. Сейчас еще зажигательное прилетит. Очень неприятно. И какие командные взаимодействия. Просто с трех сторон кошмарят. Но как же стреляет Шалфей. Три головы. И вцепляет еще и Джейма. Четвертый для Форза. Кровью и потом. Жаркие раунды полетели. Я не знаю, на каких-то просто чудесах что ли тащат. Вроде все так было круто. Просочился игрок на подъем. Но Шалфей. Стрельба просто божественная. Вкуснотища. Три головешки на наших глазах. 9-4. Аутсайдерс. Без денег. Это дефолтные пистолеты. Только у кикерта. 5-7 плюс осколочные. Сразу же отправляют игрока в лице зорты драться за длину. Приходят на помощь. У-у-у. 5-7 единственный. Неужели он сможет перевернуть раунд? Ну все. Шалфей. Приземлил. Я здесь. Все спокойно, ребята. Не беспокойтесь. Работаем. Да. Был бы еще скаут какой-нибудь сейчас у Джейма. Был бы он на сайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Были бы проблемы у Форзы. Ну а так там осталось три Юспа с поправочкой на естественно Зевса Джейма. Я помню, как ты видел противостояние, где одного игрока ранбустили на шорт Зевсом, чтобы ты понимал. Вот это next level, понимаешь? Там один накидывал флешку, а другой подкидывал тиммейта с Зевсом. Это было интересно, конечно. Ну Форз такой раунд могут только на тотальных ошибках проиграть. Либо если у Джейма там взлетит как-то по головешке через домовую завесу. Но он скорее всего зайдет в смок и будет играть уже под него. Смещается товарищ по оружию на зигзаг. И в спине находится фейм. Форзы аккуратно просочились на точку А. Поставили бомбу. Ну и все. А тут уже сила, огневая мощь и сделать ничего не получится. Но Джейм все еще караулит свой шанс. Ты посмотри, Зевсом сидит, реально поджидает свою добычу. Вчера была, по-моему, одна поджарочка у нас на Дасте, как раз-таки возле Даблдорса. Причем вышел Татшира. Он бегал, просто уничтожал. Перед этим взял раунд 1 в 4. И умер от Зевса. Да, он потом взял МАК-10 и решил, знаешь, видимо, полетел на статистику. Хотел в центр залететь, подфармить себе экономику. Но, по-моему, Фэнк, что ли, его с Зевса подкараулил. 9-5. 9-5. И последний раунд в первой половине. 4 кольта плюс снайперская винтовка. Проседает по ХП Джейм. Но пока жив, это всегда опасно. У Кикерта уже стата 20 на 9. Великолепно. Просто включился сразу же с первой карты. И пока контроль в исполнении Форзы. Ну, тут все по классике. Длину не стали в этот раз отжимать. Преимущественно стоят возле Даблдорса. Есть вариация занять шорт. Либо выйти сплитом по точку Б. А тут укрепление. А вот Сайверс считают такое ощущение. Обычно у них всегда была двойка под Б. И один игрок стоял. А тут еще и АВП от Джейма. На 12 хп. Жестненько. Плюс снайперская дуэль. Очередная. Фейм на готове. И вот если сейчас Форза ломануться на этот Б-сайт. Будет такая Габелла. Перестроение в мидл. Здесь их уже поджидают. Правда, пал флит, кстати говоря. И должны понимать, а где Фейм-то играет. Неужели он на КТ? Либо это укрепление точки и жмет Норберт. И опять по джимбанке приносит свои плоды. Шалфей тут же играет на рефраке. Остается один Джейм на лоу хп. Но у него фирменный снайперский девайс. И главное просто не промахиваться. Тиммейты законтролит мидл. Здесь надо попадать. Есть четкий флитшок. Отходит на сайт. Еще и безумно справляется практически с оппонентом. Там на лоу хп остался Джерри. К нему бежит тиммейт. Кикерт готов его ловить. Но Джерри с пачкой возле дефолта. Норви нужно здесь подключить все свои умения. Потому что его тиммейт битый. Врыв смоки от Кикерта. Взрывается у нас Джерри. Есть у Норберта информация, где примерно находится последний. И со стрельбой здесь у Норви не пошло. До этого брали классные раунды. Такие тяжелые, знаешь, потные. Если бы еще и этот зацепили, было бы круто. Но мы выходим на первую половину со счетом 10-5. С двукратным преимуществом. Аутсайдерс переходит за сторону атаки. Я думаю, что вполне довольны таким результатом. Не знаю. Мне кажется, 10-5 для аутсайдерс. Именно за КТ это практически победа. Потому что по факту взять пистолетку, взять один оружейный. И ты все. Ты уже выиграл пик соперника. Если что. На крупном и очень важном чемпионате. Потому что по факту это первый такой крупный турнир для аутсайдерс. И мы знаем, что всегда ты хочешь, знаешь, вот этим новым составом, так скажем, залететь, сыграть круто. Вот как у Нави, да, условно. Пришел сейчас издевай. Выиграли Турич. И сразу на плюс морали. Все, его там подписали в основу. Все дела. Это для моральки очень важно. И вот пистолетки. Интересно сравнить с прошлым матчем. Потому что там остались прям... Бегали на плюс В, в пятером. Но здесь... О, аутсайдерс немного иной план. Они хотят мапу подконтролить. Мне кажется, против Юспов это опасно. Потому что будут поджимы. Шалфей отправляется в верхнюю тэшку. Против Глака Фейма здесь немного пострадал. Отошел назад. И будет еще одно столкновение против Зорты. Ну, байте-то. Опорник точки Б. Есть контакт от Зорты. Его навенчался успехом. Шалфей снова пошел проверять тэшку. И был за это тут же наказан. Отправлен в следующий раунд. 4 в 4. И как двигается вообще аутсайдер? С игрок с пачкой перетягивается под Титаник. Двойка напротив банки. В нижнем туннеле остается Фейм. Зорты пока не меняет свои позиции. Забирает инфу. Джерри у нас в Сити. За точку А отвечает Кенси. Полностью просматривает длину. Ну и за дальним на Б стоит Норви. Позиция такая чисто наим на самом деле. Ну и Зорты проверяет до конца. Хлпа под базу Б будет относительно быстрая. Тут вопрос, куда полетит Морик. Смотри, что Норви делает. Поджимает. И какой угол опасный. Именно с этого угла Фейм их жал. Но он жмет до конца и может забрать сейчас игроков, которые раскидку оформляют. Но Норви мешотит. И тут же его за это наказывают. Имеются флешки от Джерри. Он просочился в дымовую завесу. И будет принимать уже из-за смока. Однако его простреливают. Зорты тут же отвечают четким шотом по Фейму. Открывается дальше. Но его контролит в два голока. И последним остается Кенси. Да, просочился на машину. У нас здесь слишком много врагов у твоей мечты. Надо прятаться. Надо делать перелоут. У оппонентов лох и пета можно даже в тело. И как-то добивать Кенси. Ты нужен своей команде. Ты должен как-то справляться. Уничтожил Джейма. Но Норвер вывозит 11-й раунд для команды Аутсайдерс. Очень тяжелая пистолетка. Честно, я немножко не понял мув Норви. Зачем поднимать? Да, какая была информация. Потому что Зорты прям уверенно так проверил центр карты. И после этого Норви пошел сокращать дистанцию. Мне кажется, вот издалека с Юспа можно было наваливать очень больно. Да. Видимо, какой-то колл был. Какой-то, не знаю, может быть, кто-то какую-то информацию собрал. Джейм подловил уже Норви. Под точку Б не пропустил. В итоге сразу же с меньшинства раунд для Форзе. Они, кстати, зафорсились. Два скаута. Плюс пару диглов. Три смака на коллектив. Есть осколочные у Кенси. Аутсайдерс пока действует паровозиком в районе машины. Вроде как планируют перетянуться под Б. Там уже стоит флит с Мак-10. Будут запускать его первого в прыжочке на сбор инфы. Но вот Джерри здесь, если словит какие-то классные тайминги, может быть, и удивит. Ну, сомнительно, что заберет много визави. Все-таки это не старый добрый диглс, которого-то мог там с двух пуль практически убивать. Надо попадать четко по головам. Джерри пока боится открываться. Но здесь по факту укрепление от Форзе план таков. Если мы угадаем по точке А два скаута, ну извините, то есть если оппоненты пойдут там на лонг каким-то чудом, мы раунд заберем. А вот если Б, ну, невезуха, значит. Отправимся на сейфы с двумя легкими снайперскими девайсами и отыграем уже следующий раунд. 12-5. То, о чем я говорил. То есть аутсайдерс, если десятку взяли за КТ, цепляют пистолетный и первое оружейный, то они практически победили. Потому что банальная пистолетная серия дает два, а то и три халявных раунда. И мне срочно нужна инфа, где Джейм тренирует скаут. Потому что что сегодня за попадание, это вообще жесть. Вот у него 16 килов, у меня просто такое ощущение в голове, что половина со скаута сделана. Потому что в рамках первой половины, что он вешал, и сейчас, что за флик был вообще безумный. Ну классно. Классно, когда есть снайпер, да. И нет денег на авик. Но при этом со скаута ты все равно действуешь более, наверное, хладнокровно, что ли. Ты понимаешь, что ты в движении, да. Ты чуточку быстрее двигаешься. Можно где-то открыться на префайре, попробовать удивить. И все, что нужно, это попадать в голову. Джейм это делает. Все великолепно. 12-5. У меня есть ощущение, что здесь будет размен пиками. Потому что я видел, как играют Форзе Инферно. Я знаю, что эти парни реально умеют камбэчить, особенно за сторону защиты. И на Инферно, когда у них все получается, они реально просто навязывают колоссальный камбэк. Здесь, не знаю, что-то пока не идет. Мы еще не увидели полноценного оружейного. Давайте дождемся его. Ну, продолжают работать с теми скаутами, которые подсейвили. Отправляют кикер-то сразу же на разведку. За спиной находится Норберт. Проверял центр карты флит и подтягивается вроде как к своим тиммейтам. Или же все-таки... Ну, пока двигаются. Мобильно очень действует у нас аутсайдер. С Джерри в поджиме. В Бэйм находит entry. Ну, Кенси полетел прямо вот так вот на опережение работать со скаутом. Он понимает то, что, наверное, все-таки рискнуть есть смысл. Нормально. Смотри, одного подзарвал. Немножечко в другого попал. Уже два шотных игрока для тебя и тиммейта. И очень опасно выходить против двух скаутов под A-Side. Но тут спрейдаун от Фейма плюс Норберта исправляет полностью ситуацию. Шалфей в сайте. Его тиммейт бежит пикать Сити. Это тот самый Зорта. Ему надо сейчас включать в себе внутреннего Джейма. Вспомнить, как он здесь попадал с позиции просвета. Вырубать как-то. Там целых три шотных игрока для тебя. Но пока что неплохо попадает Шалфей. Уничтожил Джейма. Подключается здесь Зорта. Но так и не может нащупать цель. А его уже окружает. Ведь Кикерт в спине. И долго снайпер команды Форзе не проживет. Сколько ХП? 33 ХП было. Кикерт обошел через центр. Три раунда отделяет команда Outsiders от победы на первой карте. От перерыва. Но теперь долгожданный бай для Форзе. И посмотрим, что ребята нашифровали. Как они будут вообще двигаться. За что они будут драться. Может быть что-то будут поджимать. Пока, наверное, мы не увидим второй снайперской винтовки от Шалфея. А мы видели, как он активно действует в рамках Даста второго. Но у Зорты точно должна быть. Ой, даже не будет авика. Взял себе много гранатов. Аук. Такого девайсика давно я не видел. Ну может это как, знаешь, у Джейма. Второй девайс это там скаут. А у Зорты это Аук. Тоже драгостоящий вэпун, правда. Но все равно. Не, Аук на Дасте мощно. Тут много таких вот дальних линейных дистанций. И для опорника А-сайта, мне кажется, эта штука очень и очень приемлемая. Ну плюс, видишь, ты обезопасен от того, что... Обезопасен, вернее, от того, что тебя может сбрить тот же снайпер на Джейме. Потому что вот Джейм в плане центра работает очень здорово. Он любитель, знаешь, подойти прям впритык в этот даблдорс. Попытаться кого-то распикать. И вот в плане дуэли именно в этой позиции, на таких дистанциях, он очень и очень силен. Ну а вот Седрес контролирует мапу. Спокойный, хороший дефолт, качественный. Не входят сразу даже вот в район зигзага короткого, да. То есть изначально проверяют под флэш, выжидают. Мало ли соперник сам захочет распикать. И, в общем-то, ждут на инициативе. И ты посмотри вот просто на скрипты опорников Б-планта. Вот мы с тобой вроде половина поменялась, разные игроки. Но все так же сидит опорник Б-планта, играет на чек со смоком в руках. Так, чек. Ну все, поехали. Поехали, выход на центр. Джерри, Норви падают. Зорте находит фраг Сауга. Кстати, Шалфей очень много падает на его плечи. Выбивает пачку, справляется со вторым. Перестраивается за дефолт. И есть контакт против флита. Два в два ситуация. Решил обойти через тиспаун Кенси. Также делали аутсайдерс несколько раз. Но посмотри, где шпион Джейм. Он сейчас проверит и собрал очень важную информацию. Все, нужно просто выбить игрока за дверями. Либо занять дальний. Есть еще Морик просто. Скидывает тиммейту, кстати, это грамотно. Флитом воспользуется с более мобильной дистанции. Ну а Джейм будет просто распикивать своего соперника. Пытается развести на выстрел. А Джейма так не проведешь. Хотя нет, слушай, провели вторая попытка. И с нее уже Кенси улетает на тот свет. Последний Зорте. И тут надо выигрывать дуэль изначально против флита. Но, по-моему, Зорте понимает, что времени мало. И в попытках отойти на сейф уничтожает флита. 14-5. Аутсайдерс такое ощущение, что просто не остановить. А с чего все начиналось? Пистолетка залетела для Джерри и компании. Казалось бы, такой классный старт. Но потом взятый форс. Доминация на первой половине. Небольшой камбэк. Но аутсайдерс все-таки забирает свое. Ничего страшного. Ничего страшного. Даже если эту карту проиграют, можно будет взять Инферно. Это максимально благоприятная карта для форзов. Да и вообще, если мы просто вспомним последний мейджор, там чуть ли не в каждом матче размен пиками был. То есть, свой пик отдавали, потом забирали пик соперника. Это нормально. В этом ничего такого нет. Знаешь, многие по логике подумают сейчас. Да, если аутсайдерс разорвали их на собственном пике, то на своем также должны выиграть. По логике, да. Но это контр-страйк. Это команды, которые, не знаю, тысяча раз уже встречались вместе. И знают друг друга как облупленных. Тут как бы сложно играть. Все равно. Мне кажется, это работает. Такая тенденция, только если... Ну, ты, допустим, вот пикнул Вертига, и твой соперник Вертига вообще не катает. Тогда да. Ну, а так, что там? Инферно, аутсайдерс тоже играет. То есть, тут просто фишка в том, что если ты хочешь быть командой там около топ-20 в рейтингах ЛТВ, ты должен играть все, кроме одной мапы. Вот и все. А там дальше кто что пикает, кому что более удобно. Это, конечно, важно и интересно, но не всегда работает именно в плане побед. Ничего себе. Неужели Норберт полетит, распикивает до конца? Там просто неглубокий Морик прилетел. И поджимает все это дело Шалфея. Кикерт очень аккуратно действует. И, обрати внимание, еще и тиммейт за бочками сидит. Попытаются вдвоем как-то вскрыть позицию Шалфея. Тут вроде опасная эска, но капитан команды аутсайдерс выходит и вырубает вообще без шансов. Подключение от Кенси. Двоих сразу же уничтожает. Зарабатывает большинство для коллектива Форзы. Пошел на размен уже Фейм. Джейм прикрывает на дистанции с АВП. При этом перестраивается Форзы. Джерри возле Даблдорса. Кенси также подтянулся уже в данную позицию. Быстрое перестроение от него. И мы видим то, что не будет Люркера. Подтягивается Норберт третьим на центр карты. Выход через зигзаг это установка бомбы на самом деле. Идея, если пойдут туда. Но пока что халдят немного, выжидая. Мало ли соперник высунется куда-то на чек. Имея преимущество Форза вряд ли пойдут в какие-то открытые военные действия, так скажем. Но при этом довольно мало ютилити. Соответственно какой-то молик, смок. У опорника этого всего не будет. И шансы есть просто откинуть хороший молот. Поджечь Джерри. И как-нибудь выйти под разменчик. Но вот 30 секунд на таймере меня немного смущает. И такое ощущение, что аутсайдеры смогут просто в моменте уйти на сейф. Переключаться на сплит базы Б. На столь позднем тайминге. Ну не знаю, выгодно ли это. Дропается сюда. Я это столько раз видел, когда команды на 20 секунде думают. Ну ладно, под А не получится. Пойдем под Б. Летят. А тут одна позиция за Даблдорсом. Контрит их полностью. 13 секунд. Джейм отступает. Норберт остался в упоре. Можно здесь кого-нибудь подловить, удивить. Но Джерри со спины не прощает. Джейм сейф снайперской винтовки. Шестой для Форзы. 3.350 у флита. Ну посмотрим, кстати. Могут и закупиться сейчас. По сути Джейм может дать дроп. И все будет очень неплохо. Кенси. Классный выпад. Хотя Шалфей это изначально прочитали, почувствовали. Вот так прям по пикселю открывались. Но Кенси в очередной раз спас ситуацию в раунде. А я так смотрю, Джейм действительно часто сейвит и по сей день. Ну и вообще редко умирает. Джейм тайм. Да, да. ДПР до сих пор низкий. Ну это круто. На самом деле в какой-то момент над Джеймом нарофлили, а потом поняли, насколько важно сохранить АВП в той ситуации, где тебе не надо условно идти на невозможный ретейк и в следующем раунде его реализовать. И Джейм нам это не раз показывала. За счет этого были многие камбэки у команды Virtus.pro и впоследствии у Outsiders, соответственно. Пока небольшая пауза. Надо команда подумать, что будут делать дальше. Forza настроится на камбэк. Это не та история, где, знаешь, им надо играть и эту мапу, вернее, этот матч, потом еще следующий. Ну бывает такое иногда по турнировности таблицы. У вас одно бестов 3, надо отыграть на максимум. И даже если шанс 1% на камбэк, все равно нужно за него бороться и цепляться. Видишь, тут такая ситуация, что Джейм подсевил авик. Он не отдал вторую снайперскую винтовку, потому что мы видели, да, если Шалфей возьмет свои руки, то реально могут быть большие проблемы. На этот раз пока контроль есть темный, жестко пытался подловить, и Norwee подставился, потерял 54 хп. Неприятное начало раунда исключительно для него. В банке аккуратно действует Norbert, кстати, у него МАК-10. Вроде так с трейфиками действует, ждет врыв в двери. Но там комбинация такая, что просматривает Савика Зорте в пиксель. А поблизости действует Кенси, который, возможно, попробует зайти и собрать какую-то информацию. Шалфея уже подловили. Norbert'а прошли 4 в 4. Минута 15. Ну вот это уже интересно. Как-то и там поджимы здесь от фарзов. Ну, один из них сработал. Это неплохо. Ситуация 4 в 4. Примерно понимают, где находится соперник. Здесь Зорте распикивает зигзаг. Но Флит тоже под лестницей. И его ты явно врасплох не застанешь. Но при этом поинт все равно неплох. Потому что подтягивается еще и Кенси. И в теории можно вообще укрепиться на этой позиции. Правда, Флит, по-моему, слышал второго игрока. Дает колл тиммейту. Сейчас должна прилететь Света Шамовая. И под нее ты посмотри, какой хитрец Флит. Минус 2 головы. И точка абсолютно свободна. Заходи, ставь бомбу. Не хочу. Еще и Джейм обходит все это дело со спины. Правда, здесь Джерри благоприятный тайминг для него. Уничтожает хиккер. Да, и теперь шансы какие-то появляются. Но мне что-то подсказывает, что Джейма с Мидом вообще не ждут. Слушай, а Флит же в Форзе, да, играл? В Форзе? А когда? Не играл. По-моему, нет. А когда хотели на Ави, вроде бы, претендовали на Флит. В какой он команде играл в тот момент? В Авангард. Скорее всего. Ну да ладно. 15-6. 9. Про кого? Флит. А, Флит. Боже, я почему-то про кикер-то подумал. Флит, конечно, да, играл в свое время. А сейчас он играет против своего бывшего клуба. Не, здесь, конечно, промустился, замаскировался. Круто. Тут вообще просто красотища. 15-6. Пока легко. Легко, уверенно. Аутсайдер стартует с первой карты. Действительно, все, ребят, получается. Классно действует. Крутые решения. Полетели здесь уже биться за стартовые позиции Форзе. Потеряли Джерри и Кенси. Осталось найти только три фрага команде Аутсайдерс. И это заслуженная победа. Ну, на пыльнике втором обыграть Форзов, это прям-таки достойно. С другой стороны, мне кажется, вот для таких игроков, как Джейм, я понимаю, стата 8-4, вернее, 8-14 уфм и 20 на 11, это не самое жесткое, что вы видели. Тут есть тикер на 26 на 14. Но, если вспомнить тот самый мажор, когда ребята добрались старым составом до топ-2, соответственно, там-то они даст вообще керрили только так. И Виталити они там вынесли, и Ренингейтс, насколько я помню, и прошлись вообще, знаешь, катком. То есть эти парни знают толк в пыльнике. Посмотрим, что будет на второй мапе, потому что тут уже последний гвоздь в крышку гроба Форзов, наверное, на этой мапе. Довольно тяжело. Нару плюс Шалфей остались вдвоем. Пытаются, конечно, выйти на потенциальный ретейк, хоть и бомба не установлена. Но, я думаю, здесь уже дело дойдет до того, что вы либо отпустите точку, либо будете погибать вместе. Полетела стеночка смоков, под нее просачивается флит. Главное сыграть вместе и просто закончить этот момент. Не тянуть, неплохо. Кстати говоря, Шалфей пикнул. Но не заметил фейма. И этот парень сейчас будет удивлять. Опять проблемы с зигзагом. Еще и флит тут в коварной позиции. Похоже, что у Форза шансов на взятие вообще нет. Хотя справляются с кикертом. Но сейчас тот самый игрок, обходящий...